Снова возвращаемся к нашей уже далеко неизлюбленной теме корректировки и редактирования книги азербайджанских ученых, политзуклюкченных, Карабах, история в контексте конфликта. Сегодня мы рассмотрим 9 главу из 12, веленную почившему в 1995 году доктору исторических наук профессору Фуаду Али. Каждый раз, когда я этих профессоров, лжецов называю докторами исторических наук, мне хочется пояснить, что это докторы азербайджанских исторических наук, ибо язык не поворачивается называть людей в науке докторами и профессорами, когда они во власти политических интриг. Они такие же мужи науки, как Чичулина, депутат итальянского парламента. Кто не знает Чичулину, можете ознакомиться с ней, погуглив интернетовскую сеть. Я уже сказал, что Фуад Алиев скончался еще в 1995 году, то есть 20 лет назад. И авторов, покойников этой книги каждый второй. Это говорит о том, что книга соткана из опусов различного периода и издана в 2014 году. Получилась такая книга скорбных песнопений, по-азербайджански скорбных песнопений. Не путать с книгой скорбных песнопений Григора Нарикоцин. Азероакадемикам далековато до этого величайшего творения христианской Армении и шедевра мировой литературы XI века. В эти годы предки Фуада Алиева только начинали поиски лучших пастбищ и начинали постепенно покидать каракумы и козылкумы из-за отсутствия травы и дефицита воды. Да и о грамоте речи не было. Итак, глава Фуада Алиева в книге названа «Карабахское ханство. XVIII век». Знаете, если бы он был жив, я бы спасибо сказал этому человеку. Большинство авторов «Карабах. История в контексте конфликта» ссылались на самих себя, писая свои опусы, именно писая. Но Фуад Алиев чаще ссылался на независимые источники. Вот за это бы поблагодарил. А еще бы поблагодарил за то, что я сам ознакомился с этими независимыми источниками и узнал из них много чего любопытного, довольно интересных вещей. И все потому, что Алиев врал, когда ссылался на них. Много приведенных им цитат из этих источников выдуманы или подправлены были им. И в этих книгах масса информации о том, что хозяева земли карабахской как раз армяне. А об этом азербайджанский наш ученый не сказал ни слова, потому что об азербайджанцах в этой книге как таковых, со ссылками автора на источники, я не увидел. Что ж, давайте рассмотрим. Во-первых, Фуад Алиев начал с противоречия того, о чем предыдущие его коллеги старались и писали. Точнее, вот о чем он писал. Карабахское ханство представляло собой одно из 18 государственных образований, которые появились на земле Азербайджана в середине 18 века после ликвидации продолжительного иранского господства. Мистика, да и только. А как же азербайджанские государства сифивидов, сельджуков, акуюнов и прочих? Антитопор год и три месяца опровергает историческую ересь коллег Фуада Алиева о том, что не было никаких азербайджанских государств и что все эти государства образования имеют прямое отношение к Ирану. А тут ни с того ни с сего один из них, докторов наук, сам признался, что до 18 века было иранское господство. Но при этом говорит о Карабахе как одном из 18 государственных образований на земле Азербайджана. Если все то было иранским господством, то с чего и когда Карабах стал одним из частей Азербайджана? Кроме того, у меня на столе замечательная книга известного военного историка Василия Потта, изданная в 1902 году в Тифлисе «Первые добровольцы Карабаха» в эпоху во дворение русского владычества. Автор рассказывает о Карабахе как о некоем великом армянском царстве, принадлежащем персам, о родовых уделах армянских меликов, занимавшее пространство от Аракса до Куры, перечисляет эти меликства и так далее, и так далее. То есть много здесь чего интересного. Это все только в начале книги. А в последующих страницах автор рассказывает о величии карабахских армян, о их значимости в русской армии, в армии карабахского региона. Я эту книгу уникальную обещаю переиздам, и она появится в широком ассортименте. Цитируем следующее. Среди азербайджанских ханов, обратившихся за помощью и покровительством к Екатерине II, был и Ибрагим Халил хан. Имеются сведения о том, что в Петербурге к представителю карабахского ханства, Мусе Султану, относились как к посланнику самостоятельной страны. Архивный документ гласит, Екатерина II распорядилась показать ему все примечательности Петергофа, пустить все фонтаны и продемонстрировать артиллерию в действии в Кронштадте, показать все любопытства достойные, особливо флот. И ссылка на Маркову, Россия, Закавказье и международные отношения, XVIII век, Москва, 1965 год, страница 184. Для начала хочу обратить внимание на ошибочку ученого. Не Кронштадт, а Кронштадт. Это очень важно. Особенно, когда ученый претендует на ран. Теперь о книге Марковой. Знаете, а ведь я нашел эту книгу, не поленился, почитал и очень внимательно почитал. И ни о каком представителе азербайджанского государства в книге Марковой речи нет. Императрицей был принят посыльный уже не Карабахского ханства Муса Султан, посыльный от меликов. И в протоколе императрицы демонстрация дворца со включением фонтанов является важным для любого посла. Карабах не был отдельным государством. Карабах в XVIII веке освободился от персидской митрополии, а до освобождения и включения его в Российскую империю он назывался ханством, как и другие ханства, в том числе Бакинское, в составе единого персидского государства сифивидов на протяжении 200 лет. Я вот о чем подумал. А сам Фуат Алиев, читал ли он всю эту Маркову? Если читал, то почему скрыл массу любопытных фактов от своих земляков? Полагаю, что не успел, смерть настигла. Тогда сделаю это я. Никто Фуата за язык не тянул. Нужно было осторожно кидаться ссылочками. А за неосторожность вот что бывает. В этой же книге Марковой, на которую смело сослался Фуат Алиев, в третьей главе «Россия. Народы из Кавказья. Иран и Турция» на странице 115 есть такие строки. Еще большую нетерпимость, доходившую до человеконенавистничества, проявили турки в отношении азербайджанцев, мусульман шиитского толка. По становлению Чрезвычайного Совета Турецкого Правительства им была объявлена священная война. Три фетвы муфтия, опубликованные в связи с этим, призывали уничтожить мужчин и захватывать в рабство женщин и детей. Имущество шиитов объявлялось законной добычей турецких солдат. Командовавший созданным в 1725 году низовым корпусом князь Долгоруков доносил в следующем году из Астрахани Верховному Тайному Совету, что разбежавшиеся при турецком нашествии басурманские народы, то есть азербайджанцы-шииты, продают своих детей русским и армянам вечное и временное услужение. Как вам такой расклад? Любопытный, правда? Не было бы счастья, да несчастье помогло. Фуат Алиев собрался было сфальсифицировать историю армянского народа посредством независимого источника Марковой. И сам же сдал свой народ с потрохами. Причем с такими потрохами, что турки оказались вовсе не братья, учитывая, как они с ними поступили. Зато армяне скупали азербайджанских детей, тем самым спасая их. К тому же, внимание, Маркова на 116-й странице продолжает. Азербайджанцы и армяне всячески стремились предотвратить у них появление турецких войск. В ожидании повторного турецкого нашествия армяне и азербайджанцы Гянджи заключили весной 1724 года договор о взаимной помощи. То есть вы понимаете, насколько нужно любить нефтемонаты, чтобы из ученого превратиться в гнусного лагунишку и нагло исказить исторический документ. А ведь этой самой книгой Марковой можно руководствоваться во имя мира между армянским и азербайджанским народами. Но азербайджанская наука, выполняя заказ своего правительства, даже столь важные архивные сведения пытаются исказить и подать в развратном виде. Ну, чем не Чичулина? А ведь книга одна и та же, то же название, тот же автор, тот же год издания, те же выходные данные. Плюс ко всему Маркова сообщает на странице 117 важные сведения, из которого становится ясно, что пока бусурмане и шииты, азербайджанцы, бежали от всего этого турецкого ужаса, армяне отважно защищали регион. Внимание! Стойкость армянского народа в борьбе за освобождение не раз отмечалась современниками. Армяне, как и прежде стояли, так и ныне стоят крепко. Писал Вахтанг Баадуру Туркестанишвили в сентябре 1723 года. После водворения турок в Восточном Закавказье армяне повели с ними партизанскую войну. В 1726 году они трижды побили турок под Гянджой. Это об армянах. Представьте себе, как мог Фуат Алиев пропустить такие сведения? И во всей книге Марковой нет ни намека никакого азербайджанского государства или азербайджанских ханств. Иранского – да, но никак не азербайджанского. Так как азербайджанцы, которые в те времена именовались еще то бусурманами-шиитами, то закавказскими татарами не обзавелись этнонимом. Маркова, как видите, условно этих бусурман-шиитов татар называет азербайджанцами. О регионе вот что пишет на 123-й странице. После занятия Шамахи в 1734 год Тахмас Кулихан, продолжая укрепление иранских позиций в Закавказье, потребовал к себе Вахтанга как иранского подданного, якобы для того, чтобы послать его с войском против Турции. То есть, как видите, регион был под протекторатом Ирана. Что касается самого Тахмас Пакулихана, то и здесь, в черном по белому, написано следующее. Талантливый полководец Тахмас II Надир из тургменского племени офшаров. Вот как-то так. Повторюсь, был бы жив Фуад Алиев, я бы его поблагодарил за такую находку и пожал руку. Но, увы. Ложь в главе Фуада Алиева настолько была прозрачной, что цитировать ее после Марковой, думаю, уже не стоит. Маркова перебила всю нечисть алиевской науки одной своей работой, которую мы процитировали. И сделала это за меня и задолго до моего рождения. Что касается якобы албанских меликов, о которых тоже в своей главе упоминает Алиев, то, думаю, не стоит на них акцентировать внимание. Во-первых, в прошлом выпуске книги «Лжи», глава 8, мы раскрыли фальсификат и доказали армянское происхождение меликов, хамсы. Во-вторых, советую заинтересованным обратиться в библиотеку и запросить книгу русского историка XIX века, писателя, члена Совета Министров Народного Просвещения Герасима Артемьевича Эзова «Сношение Петра Великого с армянским народом», изданная в 1898 году в Санкт-Петербурге. В этой книге собраны все необходимые документы, которые в пух и прах разбивают все азербайджанские версии. А для тех, кому не под силу поработать с книгой или находятся вдали от крупнейших библиотек, советую воспользоваться электронной версией книги. Большая часть ее оцифрована и находится по той ссылке, которая сейчас перед вами. Ну вот, сегодня мы рассмотрели девятую главу книги «Карабах. История в контексте конфликта». Думаю, что, как и прежде, вам было интересно с нами, и на будущей неделе мы снова встретимся, чтобы рассмотреть десятую главу. А посему, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok